Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Продолжаем полёт из Латвии в Калифорнию. В этом и ещё в двух моих коротких видео я рассказываю о своей 26-часовой поездке из Европы в Америку с пересечением границ трёх стран, перелётом через Атлантический океан, сменой 10-часовых поясов и переменой климата. Построенный в 1952 году для летних Олимпийских игр в Хельсинки аэропорт способен обрабатывать сверхкороткий транзит пассажиров. Минимальное время стыковки в 35 минут является одним из самых коротких в Европе. Этот аэропорт несколько раз признавался лучшим в Европе с точки зрения пассажиров. И я это почувствовала на себе. Дальнемагистральные перевозки играют важную роль в аэропорту Хельсинки. Первый такой рейс из аэропорта был выполнен в 1969 году авиакомпанией Finnair в Нью-Йорк с посадками в Копенгавине и Амстердаме. В начале 2000-х годов из аэропорта выполнялся только один трансатлантический рейс в Нью-Йорк-Кеннеди. С 2011 года по 2014 год American Airlines выполняла сезонный рейс летом в Чикаго на Boeing 767. С 2014 года этот маршрут стал выполнять Finnair. Так что, несмотря на то, что билет я купила в American Airlines, полет выполнялся и рейс обслуживался компанией Finnair. Что делать в аэропорту? Ждать, наблюдать, есть и проходить проверки. Из необычного я наблюдала ведущиеся строительные работы. Многие закрытые стенды регистрации пассажиров и людей в защитной одежде, очевидно, выполняющих какие-то особые функции во времена пандемии. Переход на мой 46-й гейт обычно занимает 30 минут. Но я останавливалась, чтобы пообедать, зарядить батарейки электротехники, рассмотреть витрины магазинов с местными финскими товарами и поснимать видео. Мне очень понравилось современное дизайнерское оформление аэропорта. Причем дизайн не в одном стиле, а разные места оформлены в разных стилях так, что хочется задержаться и рассмотреть эти шедевры человеческого творчества. Меня удивила в апреле рождественская кабинка с приглашением посетить ее. Может, она здесь всегда? Ведь Дед Мороз приходит к нам из Лапландии, что на севере Финляндии. А если вы совсем устали и вам долго ждать, то можно найти кабинку, залезть туда и поспать. Или просто снять ботинки и полежать на специально для этого сделанных лежаках. Чтобы влететь в Америку, нужно пройти не только паспортный пограничный контроль. Для пересечения европейской границы и допусков в США, но и заполнить специальную форму по состоянию здоровья. В Чикаго я лечу на достаточно большом самолете – Айрбусе. И народу в самолете прилично. Правда, незнакомцам предлагается только каждое второе место. Мне на сей раз явно повезло. Мой сосед перебрался к своим друзьям, и в моем распоряжении осталось целых четыре места. В девятичасовом перелете – это просто удача, потому что можно лечь и растянуться на все четыре кресла. В каждое сиденье встроен компьютер, и можно выбрать следить за полетом, усесться в кабинку к капитану и наблюдать за приборами, посмотреть фильм или поиграть в компьютерные игры. Это бесплатно. При желании за дополнительную плату можно подключиться к интернету. Мне нравится обслуживание в Финнер. Они нас два раза бесплатно покормили вкусным горячим обедом и ужином, скандинавские фрикадельки с овощами и картофельными блинчиками на обед и почти мексиканское горячее блюдо с рисом, овощами и даже острым красным перчиком на ужин. Стюардесса меня даже предупредила, чтобы не обожглась этим перцем. К обеду предлагается выбор красного и белого французского вина. Все включено, и все делается для комфорта пассажиров. Даже стюардессы очень красивые, улыбаются и очень приветливые. Самолет летит на высоте 11 километров со скоростью 850-900 километров в час. Перелет длинный – 9 часов. Маски снимать позволяется только во время еды. В моем следующем видео смотрите, что я делала более 2-х часов в аэропорту в Чикаго и как я прилетела в Сан-Диего. Из Америки я буду рассказывать вам про Южную Калифорнию, про привычки и колорит образа жизни людей разных рас и национальностей, живущих в прекраснейшем американском портовом городе Сан-Диего на берегу Тихого океана, прямо на границе с Мексикой. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, смотрите, наслаждайтесь, узнавайте новое и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша зажигалочка.